Потому что такого количества на половинку филе будет более чем достаточно. Укладываю фенхель. Плодоножку я оставляю. Плодоножка будет очень жесткой и она будет плохо жеваться, поэтому ее лучше удалить. Посмотрим картошку. Нет, я думаю, что ей нужно еще немного повариться. А пока варится картошка, мы с вами приготовим соус. С ним ничего не будет, он может прекрасно храниться в холодильнике сутки, а то и двое. А нам понадобится греческий йогурт, миска. Выкладываем йогурт. Греческий йогурт можете взять абсолютно любой жирности, это не важно. Если вы не найдете греческого йогурта в вашем магазине, отлично подойдет сметана. Так, пучок мяты. Я возьму самые крупные листья. Красивые маленькие кончики мы тоже оставим на украшение. Я очень люблю украшать блюдо всякими зеленушками, и когда я его украшаю, я всегда выбираю самые красивые листочки. Ну а для соуса нам просто нужно порубить крупные листья мяты. Трех веточек мяты нам будет достаточно. Веточки мяты также можно не выбрасывать, их можно оставить для того, чтобы приготовить потом компот или какой-нибудь соус. Если вы любите необычные куриные бульоны, туда также подойдут веточки мяты для необычного вкуса. Мяту можно добавлять в соус. Мята. Нам нужно натереть на терке огурец и цедру лимона. Я взяла терку. Воспользуюсь этой гранью мелкой. Возьму огурец и буду натирать. Так, готово. Добавляем к нашему соусу. И добавим немного цедры лимона. Если мы оставим соус таким, огурец, мята и греческий йогурт, получится греческий соус дадзыки. Но мы хотим сделать свой соус и добавить те ингредиенты, которые будут подходить к нашему блюду. Натираем на терке лимон. Помните, что лимон нужно натирать без белой части, только желтую цедру, иначе она будет горчить в соусе. Добавляем к соусу лимонную цедру. Замешиваем. Получается такой достаточно густой соус. Такой текстуры мы и добивались. На одну банку греческого йогурта у нас ушел один огурец, три веточки мяты и цедра с половиной лимона. Солим, перемешиваем и обязательно пробуем ваш соус. Потому что, если вы не попробуете, вы не узнаете, вкусный он на самом деле или нет. У меня все очень вкусно. Проверяем картофель. Он сварился до полуготовности. Будем выкладывать его вокруг рыбы. Чтобы рыба приготовилась в духовке, ей нужна будет температура 180 градусов. А по времени ей понадобится всего 10-12 минут, потому что это рыба. Для этого мы подваривали картофель, потому что ему нужно более долгое время приготовления. Проверяем картофель.